на спорте 6 лет назад она впервые услышала о пожарно-спасательном спорте а сегодня за ее плечами уже много побед и звание мастера спорта по пожарно-спасательному спорту здравствуйте меня зовут антон погудин в эфире программа на спорте и сегодня в гостях у меня гайне окопова и ее тренер алексей мусихин здравствуйте давно вас не видели наверняка у вас за то время пока мы с вами не общались не встречались не разговаривали накопилось немало историй и немало рассказов о прошедших победах так все верно да напомните в прошлый раз на чем остановились если я не ошибаюсь гайне собиралась ехать на чемпионат мира в казахстан ну да только это было чуть раньше так мы же встречались после москвы после кубка россии и у нас были планы вначале отобраться туда и поехать на чемпионат мира ну и уже тогда если я не ошибаюсь я у меня не было сомнений что гайне отберется на чемпионат мира давайте то подведем итоги 2021 года для гайне и для вас алексей как для ее тренера насколько удачно получился вообще 2021 год в принципе все что запланировали все сбылось поехали на зональные соревнования на межрегиональные наши где гайне удачно выступила затем поехали на чемпионат россии город свердловск где тоже удачно выступили и потом уже была вызвана в сборную на сборы уже перед чемпионатом мира в уфу и в караганде проходил чемпионат мира я тоже удачно выступил нас алексей говорит удачно удачно гайна насколько удачно выступление на чемпионате мира каких успехов добились ну и соответственно как оцените свои результаты первый день соревнований была штурмовка выступила не совсем удачно хотелось вообще уехать домой писала тренера но потом как-то собралась думаю неужели зря тренировалась только готовилась в итоге на стометровой полосе выступила достаточно хорошо это прошло финал но финале не получилось стала четвертая в подъеме по штурмовой лестнице вы заняли второе место насколько я помню нет в двоеборе двоеборе это суммарно да да результат что турмовки и сотни но для вас вот это второе место такое не совсем удачно не совсем на то на что рассчитывали да нет я наверное довольна им все таки первый чемпионат мира дай бог не последний да надеюсь и еще 2022 год и начался для вас тоже достаточно удачно потому что во второй декаде января в казани уже прошли соревнования по пожарно-спасательному спорту на кубок премьер-министра республики татарстан это был насколько я понимаю первый турнир по пожарно-спасательному спорту в 2022 году да это начало сезона самый первый насколько вот он сложился удачно как к нему готовились ну и уровень конкуренции и успехи в нем ну это достаточно крупный старт в этом году конечно связи с пандемией было не столько много команд но все по фо было то есть ну скажем так это и был первенство федерального лога по волжье вот конкуренция там всегда высокая потому что вот командой мы заняли третье место это тоже достойно достойно потому что перед нами башкиры и татары на первом месте очень сильные команды ну сборная кировской области выступила хорошо гайне и победила и в призах была то есть я считаю что съездили достойно у нас и детишки в призах и девочки в призах то есть все хорошо гайне кто был наиболее такими опасными соперницами их на турнире в казани наверно галичанина насти она тоже выступает за сборную россии на сотни наверное эльза бубокирова новая девочка с ульяновска показывает очень достойные результаты ну я напомню что на старт в казани вышли команда 15 регионов россии а гайне сейчас стесняется но тем не менее подъем по штурмовой лестнице заняла в этом состязании в этом в этой дисциплине первое место и стала третий в суммарном зачете по двум дисциплинам все ли верно чего не хватило чтобы подняться еще выше по на пьедестале не знаю мне кажется то что первый старт было немножко много суеты волнения ничего а как проходила подготовка к этому первому старту есть когда начали готовиться на что делали упор и может быть что-то пошло не так я не знаю сейчас пандемия могло сказаться все что угодно ну этот сезон он совсем немножко другой не как те потому что обычную подготовку начинаем с начала сентября у гайны сезон закончился только в середине сентября когда вернулась чемпионата мира из этого и нужно было отдохнуть съездить в отпуск вот и начали позже подготовка была совершенно другая в этом году потому что я съездил от учился немножко пересмотрел то что даю своим спортсменам вот но в целом в сезон вошли очень хорошо гайна успела еще перед новым годом со сборной стороны съездить на сборы на две недели в тюмень ну и в принципе считаю что к чемпионату россии мы будем готовы полностью то есть получается немножко систему подготовки вот перед кубком премьер-министра татарстана форсировали немножко изменили вообще подготовку полностью поменяли именно вот как бы видение тренировочного процесса я изменил на самом деле все то же самое но много внесли нового что пришлось поменять вот в чем эти изменения заключались ну мы сделали акцент на качественную разминку в принципе все остальное осталось также то что касаемо именно технических ничего не меняли потому что это результат дает как вы видите вот из этого пробуем новое чтобы на следующем чемпионате мира было больше медалей вы сказали что в этом году предстоит чемпионат россии когда где он состоится много ли еще времени на подготовку ну и если есть какие-то планы может быть на чемпионат россии какие-то задачи и цели уже перед собой поставили чемпионат россии состоится через месяц надеемся что состоится потому что сегодня не очень радужные вести опять оттуда пришли вот в городе омск планы до омска съездить через две недели еще в вологду выступить там то есть у вас достаточно такой плотный календарь плотный график выступлений соответственно через буквально через двиг каждой каждой неделе какой-то новый турнир новое соревнование какие планы может быть у вас на чемпионат россии и на турнир вологде на соревнования какие-то личные может быть задачи личные рекорды побить показать лучшие секунды ну хочется пробежать просто по тому времени на которое готова то есть не бояться нигде а на какое время сейчас готовы напомню что в дисциплине по объем по штурмовой лестнице вы за 7.30 поднялись в татарстане то есть это для вас хороший результат или можно еще лучше это можно еще лучше на сколько хотя бы 7.10 я вот хочу прям стабильно уже всегда бегать но лучше еще быстрее то есть 7.10 это можно уже не в очень хорошей форме наверное но не то что не очень хорошо ну ну вы же помните когда мы после москвы приехали там был результат 6.97 я говорил что это пятая девушка в мире которая выбежала из семи то есть 7.30 это такой не это скажем так не ориентир для для дальнейших успехов это скажем наверное тот показатель который нужно поскорее забыть идти дальше в любом случае в начале сезона наверное по крайней мере в начале календарного года быть в оптимальной форме наверное достаточно сложно тем более сезон достаточно длинный непростой ну да так ведь и получается потому что даже с таким результатом получилось выиграть крупный старт потому что все потихонечку втягиваются в сезон еще не все в лучшей форме так что разбегутся к чемпионату россии все разбегутся какие-то еще турниры в 2022 году на какие планируете заявиться принять участие ну если брать гайне международные да у нее обширный бот график вот и в брест съездите если получится в словению на актив олимпиада раз в четыре года проходит у нас своя пожарная вот и чемпионат мира в самарканде достаточно такой плотный график и тут и чемпионат россии ну и между ними еще и свои межрегиональные всероссийские различные соревнования и наверное еще ведомственные они у нас есть ведомственные ага все понятно гайне знаю что с алексеем уже достаточно давно работаете недавно сказал что немножко переформатировал свою подготовку к спортсменам но также знаю что он еще стал тренером сборной насколько вот изменился насколько изменился его подход может быть к тренировкам и стал ли он требовательнее требовательнее наверное нет но тренировки вообще разнообразные у нас очень интересные то есть иногда вообще мало повторяются все новые и новые упражнения и я очень рада за тренера что он сейчас стал вошел в состав тренеров сборной россии если ехать на чемпионат будет уже не так страшно мне кажется да я помню потому что мы в прошлый раз с вами разговаривали тогда алексей говорил что не удастся ему наверное чемпионат мира поехать вместе с вами а для вас все равно поддержка тренера который с вами занимается постоянно наверняка важна сейчас я так понимаю что вот такого разрыва не получится что тренер будет всегда рядом всегда будет подсказывать посмотрим главное чтобы вызвали а там уже видно будет еще еще хотел сказать об одном аспекте недавно прочитал что на интернет портале о пожарно-спасательном спорте опубликован был рейтинг сильнейших спортсменов россии среди женщин по итогам 2021 года и на третьем месте в этом рейтинге была как раз гаене как отнеслись к попаданию в этот рейтинг вообще следите за тем где вас и как ранжируют куда ставят и так далее да слежу все это в интернете а насколько вот этот рейтинг он вообще официально насколько он правдив насколько актуален и как часто обновляется ну раз в год подводят итоги там по результаты по протоколам берут да берут все старты все российские и международные и берут лучшие по-моему два или два старта зимних и три старта летних почитают очки вот и получается этот рейтинг ну на самом деле попасть в этот рейтинг это говорит о том что спортсмен сильный и не только сильный но и стабильный ну а уж попасть в тройку это вообще дорогого стоит а по итогам предыдущего года то есть 2020 гаена вообще была в этом рейтинге если была то на каком месте если помните в двадцатом году по-моему не считали потому что у нас да была пандемия там ну со стартами вообще у нас же год не было я рассказывал год не было стартов но гаена была по старшим девочкам когда ее тоже в сборную пригласили она была по итогам года тогда четвертый это по-моему семнадцатый год то есть ну не первый раз уже тем не менее да еще хочу похвастаться тем что по итогам сезона двадцать первого года спортивного у нас две девочки еще попали в рейтинг младшая и средняя и трое юношей то есть у нас очень сильная команда тоже в десятку сильнейших ну судя по результатам и кубка премьер-министр и других ведомственных соревнований где Кировская область всегда занимает там призовые места если не первая то как минимум вторая или третья в двоеборье то это говорит о том что не только Гайне тянет сборную но и представители и другие представители сборной области они тоже достаточно неплохо выступают на соревнованиях ну да конечно но у нас же еще перед чемпионатом мира взрослым в Караганде был детский чемпионат мира и у нас девочка моя тоже девочка выиграла чемпионат мира штурмовку вы туда тоже не ездили как тренер еще нет в Хорватии было там тем более очень сложно было с этим вот с пандемийными делами то есть в принципе туда попасть было сложно в Хорватию в то время ну я буду наверное выражу надежду что в 2022 году попасть на международные и российские на международные соревнования по пожарно-спасательному спорту будет уже легче что таких проблем с пересечением границы и с создачей там ПЦР тестов и всего остального уже не будет вот ну наверное пожелаю вам удачи в 2022 году тем более как уже говорили график соревнований плотно это чемпионаты России и ведомственные старты и приближающийся чемпионат мира поэтому желаю вам удачи новых успехов ну и наверное новых личных рекордов потому что глядя на целеустремленность Гайнея и ее тренера ну наверное нет никаких сомнений что рано или поздно все рекорды личные и рекорды области будут побиты спасибо большое я напомню что сегодня гостями программы на спорте были мастер спорта по пожарно-спасательному спорту Гайнея Акопова и ее тренер Алексей Мусихин меня зовут Антон Погодин всего доброго до свидания до свидания до свидания на спорте до свидания до свидания до свидания